Только за последние несколько лет. Это уже вторая попытка уравнять депутатов в правах с остальными гражданами. В 2015 году Конституционному суду уже пришлось сдавать оценку подобному законопроекту. А вот когда впервые депутатов захотели сделать прикосновение, напомнит наша короткая справка. В этом году у него первый серьезный юбилей. У него полнимого обещания. Ровно 20 лет назад парламентарии пообещали отказаться от депутатского иммунитета. А в 2000-м по инициативе президента Кучмы даже всеукраинский референдум провели. Тогда 89% украинцев высказались за то, чтобы лишить избранников неприкосновенности. Но парламент результаты референдума просто проигнорировал. О снятии депутатской неприкосновенности активно заговорили в 2007-м. Причем говорили все. И президент Виктор Ющенко, и премьер Виктор Янукович. А наша Украина, народная самооборона, даже на выборы шла с громким лозунгом. Если бы народные депутаты жили так, как мы, они не получили бы 600 тысяч на дорогую квартиру. Или миллионы на закордоне выезжей и модные курорты. Наверное, тогда бы они думали про нас и наших детей. Мы скасуем недоторганность, пильги и привилей для депутатов. Закон один для всех. Но жить как все депутаты так и не стали. Выборы прошли, кандидаты получили свои мандаты и прощаться с неприкосновенностью передумали. А об обещании тут же забыли. Политическая амнезия прошла ровно через два года. Как раз к президентским выборам. Нардепы даже на голосование законопроект вынесли. Но благополучно провалили. Чтобы пробить крепкий депутатский иммунитет, не хватило буквально 20 голосов. Выборы прошли, а с ними поутихли и разговоры о снятии неприкосновенности. Новая попытка прикоснуться к слугам народа повторилась только в 2015-м. Нардепы сделали полшага на пути к обещанию. В первом чтении поддержали законопроект о снятии себя и судей неприкосновенности. Но на этом остановились. И вот уже октябрь 2017-го. Но депутаты прикосновения не стали неудивительно. Ведь у народных избранников уж очень развиты чувства самосохранения и политический иммунитет.